Последняя в этом году сессия Совета народных депутатов состоялась в зале администрации района в минувшую пятницу. В работе сессии приняли участие глава района Заур Хамирзов, прокурор Кашхабльского района Евгений Зиновчик, заместители главы района, главы сельских поселений, заведующие отделами управления администрации района. Началась она с приятного момента. Глава района вручил юбилейные медали к 25-летию Республики Адыгея жителям Кашхабльского района, внесшим существенный вклад в становление и развитие Республики Адыгея. Это такие люди, как Мус Пшизов, Амин Дзехов, Аслан Ямыков, Амин Непшикуев, Виктор Кулаков, Биталь Шишев, Магомед Хачемизов, Заурбиб Засежев. Решением главы Республики Адыгея Аслан Китович Кокушиновым была учреждена награда 25 лет образования Республики Адыгея. И сегодня выпала большая честь вручить награды очень заслуженным людям, которые принимали самое непосредственное участие в становлении Республики Адыгея. Я хотел бы всех вас, всех награжденных, поздравить с этой высокой наградой. Всем самое главное – это здоровье, счастье, семейного благополучия, чтобы долгие-долгие годы вы являлись примером для подрастающего поколения. Удостоившиеся этой награды выступили с ответным словом. За 25 лет, я вам скажу, Адыгея стала полноправным членом Российской Федерации, полноправным членом Союза Народов. Уважаемые наши старшие, Аллаху мистер Шишев, Вит, Япогода Фриват, а вам всем удачной работы. Спасибо. Большое спасибо руководству Республики Адыгея, президенту, что не забыл наше поколение и вручил эти высокие награды. Еще раз большое спасибо. Я желаю не забывать уроки истории новым поколениям и эти возможности использовать сполна. Спасибо большое за то, что мой скромный вклад так высоко оценен. После награждения депутаты приступили к рассмотрению вопросов, стоящих на повестке дня. Заместитель главы района Марета Тугланова довела до сведения присутствующих информацию об итогах социально-экономического развития Кашхабского района за 9 месяцев текущего года. Как и в предыдущие периоды, в 2016 году экономическая политика района была ориентирована на развитие основных секторов экономики как на повод и эффективном использовании земельного, промышленного и трудового потенциала района, на реализации начатых инвестпроектов, а также на создание условий для привлечения инвесторов в экономику района. Именно эти направления нашли свое отражение в стратегии социально-экономического развития района до 2020 года, которые также являются приоритетами стратегии развития Республики Адыгея, актуализация которой ведется совместными усилиями Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея и районов Республики при участии консалтинговой компании АВГрупп в 2016 году, представители которой побывали и у нас в районе в рамках данной работы. Взвешенные решения принимались в экономической и бюджетной политике, благодаря которым удалось без задержек выплачивать зарплату, поддерживать социальную сферу, заниматься благоустройством населенных пунктов. Далее Марета Тугланова коротко рассказала об основных итогах в разрезе экономики. Демография и занятость населения. На 1 января 2016 года численность населения Кашхабльского района составляет 29 900 человек. Показатели естественного движения населения за 9 месяцев 2016 года по предварительным данным сложились следующим образом. За данный период рождаемость составила 235 человек, смертность 291 человек, естественная убыль минус 56 человек. В 2016 году зарегистрировано 52 брака, а также 53 развода. По состоянию 1 октября 2016 года численность безработных граждан в районе составляет 308 человек. Уровень безработицы составляет 2,1%. Основным источником дохода населения является заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-октябрь 2016 года по предварительным данным, по крупным и свиньи предприятиям в целом по району составляет 20 716 рублей 80 копеек, что составляет 102,3% в уровне 2015 года. Это 20 254 рубля 30 копеек. Перейдем к следующему блоку, это бюджет. Достижение показателей социально-экономического развития Кашхабльского района стало возможным за счет увеличения доходов бюджета и выполнения взятых на себя бюджетных обязательств по финансированию предусмотренных мероприятий. За 9 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет муниципального образования поступило 91,513,000 рублей, что на 4,195,000 рублей, но больше аналогичного периода 2015 года. В том числе в бюджет района поступило 63,409,000 рублей, в бюджеты поселения 28,104,000 рублей. Темп роста к уровню прошлого года составляет 104,8%. Перейдем к следующему блоку, это промышленность и малый бизнес. Промышленный потенциал будет охватывать такие отрасли, как добыча природного газа, приработка семян подсолнечника, производство нерудных строительных материалов. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней обеспечиваются двумя основными крупными предприятиями. Это общество с ограниченной ответственностью Южгазэнерджи и Мамрука. В целом по Кашхабрскому району по итогам 9 месяцев 2016 года объем отгруженной товарной продукции по полному кругу предприятий составил 1,616,000,000 рублей. Темп роста к уровню прошлого года 137,4%. Исполнение прогноза составляет 100%, в том числе по крупным средним предприятиям это 1,580,000,000 рублей или 139,3% к аналогичному периоду 2015 года. По второму вопросу повестки дня принятия во втором чтении проекта решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования Кашхабрский район на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов выступил начальник управления финансов Асланда Гужиев. Основной целью бюджетной политики остается обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования и расширение использования налогового потенциала муниципального образования Кашхабрский район. Как и в предыдущие годы местный бюджет сформирован в программном формате с сохранением социальной направленности местного бюджета. Исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кашхабрский район в 2017-2019 годах планируется снижение темпов поступлений и налоговых и неналоговых доходов. Соответственно, планирование расходной части бюджета муниципального образования производилось в условиях жесткой экономии и финансовых средств. Бюджетные ресурсы концентрировались на выполнении приоритетных для муниципального образования расходных обязательствах и сохранении социальной направленности бюджета муниципального образования. Как и в прошлом году, часть целевых доходных источников будет направлена на формирование расходной части бюджета Дорожного фонда муниципального образования Кашкарльский район. Изменение плановых объемов безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Республики Адыгея в доходной части в 2017 году по сравнению с первоначальными показателями бюджета 2016 года сложилось следующим образом. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности первоначальный бюджет 2016 года 103 миллиона 40 тысяч, в 2017 год 138,735, то есть увеличение на 35 миллионов 695 тысяч, 135 процентов первоначального бюджета прошлого года. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в прошлом году были предусмотрены в объеме 6 миллионов 750 тысяч в первоначальном варианте бюджета, в этом году пока дотации таких не предусмотрено. При формировании расходной части основополагающей целью была необходимость переведения уровня бюджетных расходов в соответствии с возможными жидостями местного бюджета. Общий объем расходов на 2017 год определен на уровне 447 миллионов 140,4 тысячи рублей, в 2018 год 415,6 миллиона рублей, в 2019 год 415,1 миллиона рублей. Отношение бюджетных расходов к предыдущему году составит в 2017 году первоначальным показателем 2016 года 106,1 процента, в 2018 году по сравнению с 2017 годом 92,9 процента и в 2019 году в сравнении с 2018, 99,9 процента. Заключение контрольно-счетной палаты по бюджету муниципального образования Кашхабрский район на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов озвучила председатель контрольно-счетной палаты Светлана Ворокова. Представленный для экспертизы проект решения по своим основным характеристикам соответствует целями и задачам, предусмотренные основными направлениями бюджетной налоговой политики муниципального образования Кашхабрский района в 2017 году и на плановый период 2018-2019 годов. В специальном проекте бюджета доходы на 2017 год предусмотрены в сумме 442 840 400 рублей, исходя из прогнозела объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 86 965 500 рублей, безвозмездное поступление из республиканского бюджета в сумме 155 874 900 рублей. На сходная часть 447 140 400 рублей. Проект бюджета вносится с дефицитом в сумме 4 300 000 рублей или это 5% к собственным доходам бюджета и размер дефицита соответствующего статьи 92 3 бюджетного кодекса Российской Федерации. По результатам экспертизы определено, что проект решения Совета народодепутатов о бюджетном муниципальном образовании Кашхабрский район до 2017 года на планы периода 2018-2019 года подготовлен в соответствии с требованиями ветеранами регионального бюджетного законодательства с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетному муниципальному кашхабрский район, обеспечения преемственности реализуемых целей и задач, проводимой бюджетной политики, а также применения механизма ограничения роста расходов бюджетному муниципальному образованию Кашхабрский район при безусловной реализации действий. В том числе и в рамках подтвержденных муниципальных программ муниципального образования Кашхабовский район. Учитывая решение сложной наекоснованной палаты муниципального образования Кашхабовский район, рекомендую Совет Народных Депутатов принять предприятие муниципального образования Кашхабовского района для 2017 и на плановый период для 2017-2019 года. На сессии были рассмотрены следующие вопросы. Обнесение изменений и дополнение в решении Совета Народных Депутатов муниципального образования Кашхабовский район от 18 декабря 2015 года, о бюджете муниципального образования Кашхабовский район на 2016 год, об утверждении положения порядки проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабовский район и выборов главы муниципального образования Кашхабовский район, о присвоении имени Магомета Хагауджа Кашхабской детской школы искусств в муниципальном образовании Кашхабльский район. В завершении глава района Заур Хамирзов поздравил присутствующих с предстоящим новогодним праздником. Депутатский корпус, который мы сейчас имеем, не может не радовать. Есть согласие, есть взаимопонимание. Очень дружный, единый коллектив. Спасибо вам всем за работу. Всем здоровья, счастья, благополучия. С наступающим Новым годом. Поздравлением присоединились и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и его заместитель Мухаммед Курашинов. Здоровья, счастья, благополучия. Пускай тот год, который мы ждем, оправдает свои надежды, потому что все равно, как сказали, в душе мы верим, что что-то новое, что-то хорошее. Пускай так и будет. Пускай мир в каждый дом, счастье, благополучия нам, всем жителям нашего района, нашей большой страны. Хочу поздравить всех присутствующих и жителей района с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья, крепкого, исполнения всех желаний. Всего самого наибольшего. На этом работа 37-й сессии Совета народных депутатов была завершена.